Привет! Вот, как говорится, в духе времени идём. Вот я как раз собирался про силу говорить о местах силы, например, задать вопрос там, сила где? Оказывается, сила в голове. Не место красит человека, а человек место. Давно было сказано. А вот ещё что? Сила, оказывается, ещё где? Сила в том, что для победы над собой нужно иметь хорошую практику восстановления, чтобы была энергия. А для того, чтобы была энергия, я говорил уже в прошлом раз в ролике, как раз таки играть. Но играть в свою игру. То есть вспомнить счастливый момент жизни и моделировать все действия, которые вы в тот момент исполняли. Вспомните, вспомните. У вас происходит омоложение, гормональный баланс выравнивается. У женщин кожа улучшается, улыбок больше появляется, настроение поднимается. Как это здорово. Таким образом, сила, я хотел об этом сказать о силе, и вот что получилось. Я искал там, какое слово поставить в названии, какое слово больше востребуется по статистике. И смотрю, одно из них – сила, а ещё слово – игра. Вот вы понимаете, почему мы всё время на строе времени. Мы всегда идём, и не только вровень со временем, но обгоняем всех. Потому что ещё нет ни одного метода меры, как в ключе, когда можно подбирать действия, как раз-таки воспроизведя прежде испытанную область, какое-то счастливое состояние в новом назначении. В новом назначении. Игра, именно в собственную игру. Таким образом и получилось название, в котором есть запрашиваемое слово по статистике, слово «сила». Есть слово «игра». Да, вот это интересно, правда? Да, оказывается, больше всего запрашивают такие слова. А я ещё там посмотрел по статистике и к моему ужасу увидел, что человечность, честь, совесть, стыд не запрашивается никем. Интересно, правда? А силы запрашиваются. А вот ещё я смотрел видео, там, где спорили философски. Мысль рождает состояние, ну, сила мысли. Или состояние рождает мысль. Друзья мои, но всё же взаимосвязано, взаимообразно. И поэтому есть розовые очки, и чёрные очки, и без очков. Что я имею в виду? В розовых очках ты смотришь, состояние всё розовое, такое оптимистическое. В чёрных ты смотришь, всё удручённо кажется, и ты сам становишься удручённым. И свет в глазах смотрящего. Красота в глазах смотрящего. Поэтому мысль может породить силу состояния, и состояние имеет такую силу, чтобы сподвигнуть новые мысли, создать новые мысли. Конечно, вы в хорошем состоянии можете создать новые мысли. Это взаимообразное. Человек же двойственная духовно-физическая сущность. И всё у него должно быть согласовано. Поэтому силу для преодолений и победы над собой мы получаем, играя, как в детстве. Но играя именно в своё детство. Выбираете моменты детства, или юности, или вообще, когда вы были счастливы. И проигрывая это с помощью метода ключ. Точнее говоря, это и есть упражнение. Ключ 2. До встречи, друзья. Продолжение следует...